Ребят, приветствую всех! Сегодняшний выпуск это заключительный разбор на номерной турнир UFC 269. Я лишь напомню, что турнир состоится в ночь, суббота на воскресенье, 12 декабря. И в сегодняшнем выпуске мы разберем поединок, который пройдет в легчайшей весовой категории, где встретится бывший чемпион UFC на Муни Круз, и на этот раз его оппонентом становится Педро Мунис. В общем, как всегда, по классике, да, мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, но и, конечно же, в конце выпуска мы подыщем вариант для ставки. Да, кстати, ребят, что касается ставочек, то ссылку на свой телеграм-канал я оставлю в описании под этим выпуском. Обязательно туда заглядывайте, так как в своем телеграм-канале я публикую скриншоты своих ставок. За прошедший месяц у нас статистика 7 плюсов 3 минуса, поэтому, в принципе, двигаемся мы неплохо, да, но есть моменты, над которыми нужно работать и моменты, которые нужно улучшать. В общем, повторюсь, да, ссылочка на телеграм будет в описании под этим выпуском, но мы начнем разбор, погнали! И начинаем мы этот разбор с Педром Муниза. Это боец, который в качестве профспортсмена дебютировал в 2009 году, в общем, выступал в оригинальных промоушенах у себя на родине в Бразилии, Jungle Fight, после чего в РФА провел огромное количество боев, ну и, соответственно, в статусе непобежденного спортсмена он дебютировал в самую сильную лигу мира в 2014 году, в общем, в UFC, да. В UFC ему сразу же подкинули довольно-таки серьезную оппозицию, это Рафаэль Сурцао, которому Педро Мунис проиграл, после этого был ряд хороших, достойных побед, в общем, также стоит подчеркнуть, что Педро бился с действительно топовой оппозицией в UFC, например, со Стерлингом, да, которому проиграл, также против Фрэнки Эдгара это было 5-раундовое противостояние относительно недавно, но, судя и читая по комментариям, да, многие тогда были не согласны с решением судей, все-таки многие посчитали, я имею в виду фанаты, да, болельщики, посчитали, что Педро одержал победу и заслуженно должен был ее одержать, да, но судейский корпус, большинством судейских голосов тогда бы отдали победу как раз-таки на сторону ветерана и бывшего чемпиона UFC Фрэнки Эдгара. Был также поединок против Джимми Ривьера, а именно два боя в начале своего становления как спортсмена в UFC, да, Педро провел этот бой и, к сожалению, для него он проиграл и уже во втором поединке в реванше относительно недавно, там, чуть больше года назад Педро смог взять реванш, в принципе, действительно показал хорошую работу, да, он отбил наглухо Ривьере ногу, лишил его той самой мобильности, да, на ногах, ну и, соответственно, по очкам аккуратненько того расстрелял. Также побеждал Роба Фонда, причем досрочно удушающим приемом, в общем, крайний свой поединок Педро провел против Жозе Альдо, это также бывший чемпион UFC, легенда ММА в любом случае, да, это спортсмен, который на протяжении 10 лет никому не проигрывал, показывал просто сумасшедшие результаты и на горизонте нарисовался такой боец, как Конор Макгрегор, который просто снес Альдо, накоммутировав того в первом раунде. В общем, в принципе, по поединку Муниса, да, против Жозе стоит подчеркнуть, что Мунис плохо отрабатывал в начале, в начальных раундах, да, по-моему, даже если не ошибаюсь, в первый раунд он смог у Альдо забрать, после чего Альдо очень хорошо включился, да, и уже смог перестрелять, переработать Педро Муниса, поэтому таким образом единогласным решением судей Альдо одержал в том бою победу. Также я забыл упомянуть, да, что Мунис встречался против Козик Гарбранда, которого накоммутировал, там Гарбранд сам, конечно, виноват, он для чего-то начал, как всегда, да, вступать в свои бешеные размены, соответственно, поплатился за это не самой крепкой челюстью и улетел на каут. В общем, переходим к бойцовским качествам Муниса, здесь стоит подчеркнуть, что это максимально разносторонний, сбалансированный боец, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, максимально, это спортсмен, которому максимально опасно проходить в ноги, потому что его фишка это гильотина, которая закрывается абсолютно там, буквально в полсекунды, если его оппонент решил, скажем так, немножко спустя рукава, да, попробовать перевести того в партер именно через проход в ноги. Соответственно, как я уже сказал, да, джитсверские навыки, хорошая защита от тейкдаунов, действительно высокий показатель у Педро Муниса в этом аспекте, если кому-то и удается перевести Муниса, да, то его крайне тяжело контролировать в партере. Что касается ударной техники, мы видим, да, что он очень хорошо поднабрал в этом аспекте, тренируется он в Американ Топ Тим, да, там действительно очень серьезный десант, там есть с кем работать над стойкой. В основном, конечно, Мунис работает в больше такой кикбоксерской манере, действительно потрясающие у него лоу-кики с Джимми Риверой, он нам это наглядно продемонстрировал, это его, возможно, ключ к победе, но эти лоу-кики не работали с Альдо однозначно, но мы все прекрасно должны понимать, да, что Альдо и сам может выбросить жесткие, да, акцентированные лоу-кики и также очень здорово от них защищается. Ну и здесь еще нужно отметить тот факт, что Альдо природный легковес, да, боец, который, в принципе, показывал хорошие результаты, потом спустился вниз, да, и вот сейчас в этой категории Альдо по габаритам просто крупнее практически всех своих оппонентов, с кем он встречался, и не только крупнее, да, но и мощнее также, поэтому, соответственно, Альдо, возможно, этот поединок выиграл, ну, опять же, за счет своих хороших и высококлассных навыков в стойке. В общем, что касается бензобака, да, функциональной составляющей, то у такого бойца, как Педро Мунис, с этим никогда никаких проблем не было. Переходим мы к сопернику Педро Муниса, это Доминик Русланд, я уже сказал, это бывший чемпион организации UFC, также он владел чемпионским поясом организации ВЭК, бояц смешанного стиля, в качестве профессионала дебютировал в 2005 году, я бы даже сказал, в далеком 2005 году, в общем, в организации ВЭК встречался с Фейбером, которому проиграл, потом два раза бился с ним в UFC, и уже в UFC, да, дважды единогласным решением судей того смог победить. Также бился против могучего мышонка Димитриуса Джонсона, в UFC, да, уже непосредственно которого также победил. В принципе, да, в UFC Круз показывал, когда он был молодой, он показывал действительно сумасшедшие поединки, его тайминги, его футворк, это просто что-то с чем-то, это максимально подвижный, быстрый боец, он выбрасывает огромное количество ударов под разными углами, да, и не все спортсмены готовы были видеть те самые удары, но нашелся Коди Гарбранд, боец, который действительно перебил, да, в буквальном смысле этого слова, уничтожил стойки Круза, смог действительно показать высочайшие навыки в боксе, и, соответственно, в том поединке это было чемпионское противостояние, Доминик Круз, к сожалению, для него отдал чемпионский поезд. Кстати, Круз также встречался против такого спортсмена, как Ти Джей Дилашо, и раздельным решением судей того победил. В общем, после того, как Круз отдал чемпионский поезд, был длительный и простой, порядка, по-моему, там, трех или четырех лет, и уже, соответственно, вышел на поединок против Генри Сихуда, проиграл там досрочно, там было и рассечение, да, и были проблемы, в принципе, как мне лично показал, это не до конца по здоровью, возможно, восстановился, либо просто в плохой форме подошел Круз, в общем, тогда досрочно он проиграл в Сихуда, Сихуди, да, этот поединок. Крайний свой бой он провел против Кейси Кени, которого победил раздельным решением судей, я помню, многие фанаты тогда негодовали, потому что кто-то считает, что Кени одержал победу, кто-то считает, что ее одержал все-таки Круз, вы знаете, когда я смотрел в лаве этот поединок, мне казалось, что действительно бой очень близкий, конкурентный, но когда я его пересмотрел, вот, относительно недавно на этой неделе, да, в принципе, все, то, все эти вопросы, которые у меня были, они, на них я получил ответы, и я считаю, что, да, Круз действительно выглядел лучше в этом противостоянии, соответственно, по праву одержал победу. В общем, переходим к бойцовским качествам. Доминика здесь стоит подчеркнуть, что это также сбалансированный боец, вообще по своей боте он является борцом, да, еще в школьные годы он боролся, но сейчас, не сейчас, а со временем, да, потянул стойку, потянул ударку, и в основном работает именно в этом аспекте. Как я уже говорил, да, раньше это был максимально мобильный, передвижный, передвигающийся боец, да, который не застаивается, который выбрасывает огромное количество ударов под разными углами, и, ну, тяжело, действительно, раньше было тяжело его прочитать, поэтому за счет того, что тогда он был молодой, за счет скорости, да, он просто перебивал всех своих оппонентов, при том, что, в принципе, как таковой нокаутирующей мощи у него нет. Но сейчас с возраста мы видим, что вскрылись ряд проблем, те же самые проблемы, да, с его здоровьем, то есть проблемы со спиной, проблемы с ногами, также есть у него проблемы и с кардио, это мы увидели в его крайнем поединке против Кейси Кенни. Ну, там и Кейни, конечно, смотрелся, возможно, не лучшим образом, но здесь, да, стоит подчеркнуть, что в третьем раунде уже серьезно так Круз подустал. Ну, в любом случае, да, такая манера ведения боев, как у Круза, она в любом случае требует огромного количества бензобака и, возможно, той самой молодости, которой у Круза уже нет, поэтому функциональной составляющей у него уже есть проблемы. Таким образом, ребят, переходим к прогнозу на этот поединок и давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Ну, коэффициенты у нас здесь плюс-минус равные, бойцы идут где-то за 1,85, 1,85, 1,87, 1,85, ну, в общем, коэффициенты, в принципе, давайте обозначим так, они идентичны, то есть одинаковы, да. Соответственно, в этом противостоянии, да, возможно, Круз смотрится хорошо, но, опять же, ребят, здесь стоит понимать, что Круз выходит не с бойцом, который заскочил в ТОП-15, какое-то время провел там, его сразу же оттуда выкинули, это я говорю про Кейси Кенни, да. Мы сейчас говорим о Педро Мунисе, это спортсмен, который бился с топовой оппозиции, многих топовых спортсменов он побеждал, да, это боец, который знает, как нужно работать, максимально опасен он будет в борьбе, да, потому что, если мы вспомним крайний поединок Круза, где он Кейси Кенни дважды в третьем раунде перевел, если он также, Круз, соответственно, да, если он также попробует перевести и Педро Муниса, то я думаю, что на этом будет все закончено, потому что коронный прием у Педро это удушающий прием, и как раз-таки вот Круз и проходит так в ноги для того, чтобы пристегнуть тот самый, да, удушающий прием, и я думаю, что борьбы от Круза мы здесь вряд ли увидим. Что касается стойки, то я думаю, что, опять же, Мунис, да, это не Кейси Кенни, Мунис это боец, который знает, как работать в стойке, он максимально взрывной спортсмен, выбрасывает достаточное количество ударов, да, также бьет очень хорошо, он бьет лоу-кики, а мы знаем, что лоу-кики конкретно в этом поединке, да, они могут нейтрализовать самую сильную сторону Круза, именно его футворки, передвижения, и уже здесь, соответственно, бить по спортсмену, который не такой мобильный, это, скажем так, упрощенная, да, задача, поэтому я считаю, что, и я не то, что считаю, я выбираю в этом противостоянии как раз-таки Педро Муниса за счет того, что он выглядит намного моложе, у него не было такого огромного количества травм, да, и то, что это боец активный, и еще раз скажу, да, это не Кейси Кенни. В общем, да, ребят, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, интересно послушать, что вы думаете, в обязательном порядке пишите все свои мысли в комментарии, я их все читаю, на некоторые даже отвечаю, так что не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, всем пока и хорошего дня.